Продолжение следует... Продолжаем разговор. Продолжаем. Да, продолжаем. Так вот, вторая часть я хотел бы уже рассказать о реальной жизни рептилоидов, которая сегодня проистекает. То есть это не какое-то прошлое, когда рептилоиды были, мы о них что-то где-то читаем, копии ломаем, хорошие они, плохие или плохие. И рассуждаем как о каком-то событии, которое для нас уже ничего какого-то важного не представляет. На самом деле все не так, что ничего такого не происходило, то есть никакой этой длинной истории не было, никто никого не забыл, ничто не ушло куда-то в небытие. Все сегодня происходит здесь и сейчас. Вот я выпустил такую книгу, еще раз ее показываю «Власть во власти власти». Здесь как раз показано существование жизни, деятельность современных рептилоидов, как происходит управление планеты. Здесь рассмотрено все на самом очень-очень-очень глубоком уровне. Даже некоторые, кто интересуется подземным миром, увидят в этой книге, прочтут даже как устроена лаборатория серых, которая находится под землей. Ну вот я теперь начну описывать, как вот между собой происходит дислокация всех этих четырех направлений существ, которые существуют на земле. Ну напомню еще раз. Первые обитатели земли – это коренные обитатели земли, это рептилоиды, это славянские боги, библейские боги, что одно и то же. То есть это вот некие такие существа, которые обладают по отношению к обычным людям гораздо более, так скажем, магическими, волшебными какими-то данными. Я назвал их в своей книге «Властелинами». Почему «Властелинами»? Потому что они являются и олицетворением власти, и ее носителями власти, ну и сами они, образно говоря, прилетели с планеты власти. Поэтому такое название «Власть во власти власти». То есть современная власть находится во власти той самой власти, которая является к нам, в наш мир была транслирована с той самой планеты, которая называется «Власть». Так вот, это первый поток. Второй поток – это человечество, те, которые стали адаптированными соловьями или дочерьми тех самых властелинов, те, которые получились в результате различных генетических и приспособительных реакций. То есть, грубо говоря, человечество является теми же властелинами, только в некой такой, может быть, упрощенной или, может быть, усложненной какой-то форме. Но в любом случае в той форме, которая адаптирована к внешним условиям нашей планеты. Третье направление – это адамиты. Это буквально биороботы. Если следует Библии, может быть, Библия не права, тогда я, как говорится, в этом случае окажусь тоже, может быть, неправ. Хотя есть и другие подтверждения, поэтому, скорее всего, это так. Так вот, третий – это адамиты, то есть, это биороботы, которые обитали в Эдеме и которые со временем начали завоёвывать Землю, отнимая её у тех самых сынов божьих. И четвёртый – это серые, это клоны, буквальные роботы, то есть, которых властелины наделали для того, чтобы они работали по уходу за биосферой Земли. То есть, это буквально машины, не живые существа, это машины, человекоподобные существа, без пола и без… Поэтому им не требуется, кстати, одежда, потому что это роботы. Они летают на тех самых летательных аппаратах, которые мы фиксируем. Я имею в виду, очевидцы фиксируют на свои камеры. То есть, летающие тарелки различного образа, транспорты какие-то. Я вот с них уж с конца, как говорится, начал. Эти серые, они имеют рост примерно метров двадцать, такого щуплого, худого телосложения. Живут они под землёй в лабораториях, которые устроены и с самого начала обустройства планеты Земля. Лаборатории-то находятся практически под всей поверхностью Земли. И самые главные из них, самые объёмные из этих лабораторий, они находятся… Одна находится как раз в Восточной Азии, вот в том самом месте, где был создан Эдем. Собственно, он поэтому там и был создан, потому что там находились все возможные службы для создания биороботов в виде людей. Вторая такая лаборатория массовая находится в Северной Африке, под горами Атласа, под Египтом. И третья лаборатория находится под Аляской. Там тоже выпускают клонов. И вот кому интересно, например, я вот говорил вначале, что топонимы, они многое подчёркивают, потому что человечество так привыкло называть объекты теми именами, которые происходят от героев, что в некоторых случаях это принимает такие буквальные формы. Вот по Аляске протекает река Клондайк. Клондайк буквально переводится река клонов. Клон, а дайк – это по местному наречию – это река вода. И вот как раз под этой рекой Клондайк находится низволток, который, как говорится, никому в те годы, ну, до Золотой Лихорадки никому не нужно было. А именно находится одна из самых мощных лабораторий по поддержанию Земли, по поддержанию биосферы планеты. Именно вот эти роботы, так называемые серые, их на самом деле не такое большое количество, чтобы прямо уж миллиардами исчислялось. Ну, достаточно для того, чтобы поддерживать биосферу Земли в рабочем таком стабильном состоянии. Они в своих подземных лабораториях выводят, ну, допустим, пчел, муравьев, там специальные виды, чтобы происходило постоянно опыление растений, потому что если не будет опыления растений, то вся система загнется. Я, кстати, вот это говорю, и те люди, которые в своей жизни имели аквариум, понимают, о чем я говорю. То есть аквариум, он такой, это как бы во внешнем пространстве выделена новая биосферная среда, которую нужно определенным образом поддерживать. Чистить, дополнять какие-то кормы где-то, где-то еще что-то. Ну, то есть вот такие вещи надо как-то постоянно проводить. Вот для этих целей как раз и были сделаны властелинами эти серые. Серых фиксировали частенько, ну, это вот почему нету. Обнаружили же ведь давно уже, что серые вроде как есть, их вроде как ловят, но никогда нету никакой шумихи такой вокруг них. То есть они как бы никому не интересны. Я имею в виду, ни исследователи не говорят, ни уфологи наши, которые за ними гоняются, тоже как-то на этом деле не акцентируют свое внимание. Именно по той причине, что это роботы, и большого интереса они на самом деле не представляют. Да, их машины, я имею в виду летающие тарелки и всякие другие транспорты, они, конечно, интерес представляют, а вот сами они не очень. Про людей, про биороботов я уже сказал. Просто добавлю, что они производятся именно вот на этих лабораториях, в двух лабораториях в основном. Это Южно-Восточная Азия и Северная Африка. Именно поэтому оттуда такие огромные потоки беженцев сегодня идут. Это потому, что там работают на полную мощность эти лаборатории, и их выпускают вот эти машины, и они сейчас забирают под свою власть все пространство, которое до недавнего времени было занято человеком. Я уже в одном из своих докладов и в книгах своих публиковал статистику численности населения Юго-Восточной Азии и обращал внимание, что начало производства клонов Юго-Восточной Азии, ну или там адамитов, назовем их там, так, оно приходится на 1900 год. Именно с этого момента по непонятным официальным причинам в Юго-Восточной Азии и в Индии начинается бурный рост численности населения. У нас вот если даже принимать во внимание и мировые войны, две мировых войны, различные там крымские войны, еще какие-то войны, то есть войны шли постоянно в течение 150 последних лет, и никак на общей численности населения они не отражались. Если берем статистику в таком масштабе, то она идет, ну, конечно, как-то дергается, но это не какие-то скачки, то есть более-менее прямая линия. В Англии тоже самое, в развитых странах Севера тоже самое, у всех прямая линия. То есть то, что бы ни случалось, рожают ли женщины по 12 детей, как это было, например, в начале 20 века, по 10 детей, по 6, либо как вот в конце 20 века, по 2, по 3, численность населения никак вообще не реагирует на эти показатели, официальная численность. А у Юго-Восточной Азии там обратная ситуация. Даже китайцы, которые рожают официально по одному ребенку на семью, у них идет вертикальный рост, вертикальное вообще население, от нуля до полутора миллиардов за, ну, не за один год, но за одно поколение. Каким образом они в официальном режиме все это смогли сделать? Как они раздули свою эту численность? Это объяснить мне. Вот я уже год пытаюсь переговоры веду с Востоковедами, которые называют себя Востоковедами по линии РАН, той же самой. Никто не может ответить на этот вопрос, потому что с этими графиками из них, видите ли, никто не работал, и для них это сейчас очень большое удивление. Все пытаются сказать, что, мол, типа неправильные данные. Ну, как неправильные данные, если они неофициальные? Тогда уж получается, что у нас официальные данные, данным вообще верить нельзя. Как им тогда верить? Каким слухам? Какая-то бабкам каким-то? Так вот, именно на эти времена, на 1900 год и до него несколько лет приходится первый массовый выпуск клонов, которые, в общем-то, и потом сделали и войну XIX века, про которую тоже многие говорят, это вот те воронки, которые находят засыпанные города. Это как раз впоследствии той войны, это первое нападение того самого библейского отряда Иисуса Навина. И мировая, Первая мировая война, Вторая мировая война, это как раз впоследствии тоже нападения библейской цивилизации на нашу, на древнерусскую, древнеславянскую цивилизацию. Никаких вот этих веков, когда говорят там, две тысячи лет назад это было, еще когда-то, никаких этих веков и тысячелетий не существует. Все древние летоисчисления, все это выдумка. Вся эта война происходила в XIX веке и происходит она сейчас. И если исследовать вот этот пласт данных, то там как раз все подтверждается, что нашей цивилизации, в общем-то, не больше 150 лет. Я не буду тут особо останавливаться, но просто напомню, что берем те же известные сегодня факторы, это возраст деревьев. Старше 150 лет нет ни одного дерева. Я не имею в виду отдельные экземпляры, которые где-то выросли, а я имею в виду тотальные леса. Сейчас вот в Госдуме проходит выставка о Донбассе. И я как-то вот посмотрел, мимо проходил, посмотрел эти фотографии, которые тоже официальные фотографии, из архивов представлены там. И там показано, что конец XIX века, Донбасс, когда вот только его начинали строить, когда первые домики появились, вы не представляете какие-то фотки, я их потом попозже выложу в интернете, но голая пустыня, без единой, я не говорю уж о дереве, без единого кустика. Даже нет кустиков, даже нет травы. Представляете? То есть это вот огромная такая, ну как всегда раньше снимали, не каких-то конкретных там людей очень близко, а именно такие большие пространства. Вот там эти большие пространства сняты, и до горизонта пустыни, пустыни, пустыни. А сегодня, посмотрите, какой Донбасс, там деревья-то какие, представляете? То есть вопрос возникает, почему не было 130-150 лет тому назад, почему не было этих деревьев? И как они вот сейчас нарисовались, а почему их тогда-то не было? Куда они пропадали? Причем пропадали в смысле, что их смело какой-то волной, и они где-то остались, а их вообще не было. Кстати, это говорит о том, что была короткая история Земли. Я, например, исследовав уж очень большое количество данных по всем возможным вещам и по археологии, потому я все-таки, знаете, придерживаюсь все-таки концепции, что у нас была короткая история, что самое большое, самое длинное – это то, что планета была создана где-то в начале, в конце XVIII века, но никак не раньше просто. И вот именно планета была создана вот этими властелинами, про которых я говорю. Еще отмечу, я тоже сейчас собираюсь книгу на эту тему написать подробно, но я уже об этой теме уже в двух своих книгах сказал. Вот в книге «Метафизика климата Земли», осенью которой вышла, я тоже сказал, что существует еще одна версия истории, и в этой книге «Власть во власти, власть» тоже я эту версию озвучил. Эту версию мне сказали два офицера, которые закончили закрытый институт истории в системе КГБ в советское время. Кстати, тоже очень удивительно, я никогда не знал, что в системе КГБ существовали институты истории, закрытые. У кого из историков, я спрашивал, никто даже не знает об этом. Мне вот как представителю, я все-таки кафедру ракетных двигателей закончил, у нас 18 лет был, я получил допуск к секретности, и у меня достаточно высокая была форма секретности, и я вот настолько привык, что секретные предприятия существуют, и настоящая работа, настоящая наука проходит на секретных предприятиях, что я даже не представлял в первое время, что в истории не существует закрытых предприятий. У меня даже в голове как-то не возникал такой вопрос, я думал, что существуют, просто нам не говорят, но по той же причине, по которой нам не говорят о закрытых предприятиях, например, машиностроения. Государственные тайны, грубо говоря. Я, кстати, вот пример приведу, что по физике я доклады делал, по пару-тройку лет назад, много делал докладов по вакууму, по единой теории поля, по физическим всем этим вещам. Доклады тоже были наполовину секретные, половину не секретные, и на каждый доклад я получал разрешение соответствующих органов, чтобы его сделать. То есть за подписью, за печатью, все, каждая публикация проходила вся эта процедура. Я думаю, что и в истории, в общем-то, так где-то, то есть половина знаний, те, которые никому, как говорится, не интересны, которые устоялись, они выходят в виде учебников открытых, а главные знания, которые существуют, такие, ну, как бы это вот, передовое, край науки, они находятся как раз в секретных институтах. И когда мне сказали одни КГБшные историки, что они закончили эти институты, им преподавали то-то, то-то, а официальные наши академики официальной истории даже не знают о существовании этих институтов, тут, конечно, у меня в голове произошла некоторая революция. То есть, судя, вернее, по опыту машиностроения, то, что вот рассекречено, ну, какие-то, допустим, вооружения, они как бы ничего не стоят уже. Это глубоко прошлый век, и рассуждать даже о нем не надо. А все самое новое, оно такое секретное, что туда и никого и не пустят. Кстати, по этой причине, когда вот говорили с точки зрения уже истории о каком-то академике Сахаровой, который якобы создал какую-то ядерную бомбу, и о нем, его тогда, когда он был живой, таскали по всем конференциям, то есть, с точки зрения человека, который знает вот как это, секретную науку, то это такая глупость. Это вот, понимаете, такого в реальной жизни, вот не в фантастике, вообще не может быть. Если человек создал хоть что-то из системы вооружения, его фамилию не узнает никто никогда. И никаким он отцом, там, даже курка от пистолета он никогда не будет. Исключение, конечно, этот, Калашников, но, извините, этот автомат, его продали уже во все страны со всеми этими самыми, как он называется, лицензиями, он даже не исключение, а просто это время пришло для этого типа оружия. А для всех остальных никаких заключений. Поэтому вот эти выдуманные персонажи типа Сахарова, это все только пугало, которое библейская цивилизация расставляет по краям своего этого огорода, который он постепенно завоевывает. Так же, как, в общем-то, всякие Эйнштейны и тому подобное. Так вот, возвращаясь к закрытым этим институтам, там ситуация вот какая была. Историки в этих закрытых институтах, они занимались очень долгое время, там, несколько десятилетий проверкой, анализом комплексных данных на предмет того, какое же летоисчисление вообще использовать при подходе к истории, к пониманию истории нашей Земли. Вот у нас есть сегодня открытый научный подход, который говорит, что Земле пять с половиной миллиардов лет, она образовалась из пыли, всё это постепенно аккумулировалось, обросло какими-то формами, сцементировалось, появились какие-то реки, воды, потом животные, ну, бактерии, животные, люди и так далее. То есть, такая вторая часть марлезонского балета по имени Библии, то есть, когда из праха космического была создана живая Земля. Это вот первая такая сегодня, та версия, которая принята официальной наукой. А вторая версия, библейская, где говорится, что мир был создан уже Богом, то есть, в нашем сегодняшнем разговоре термины рептилоидами, примерно пять с половиной тысяч лет тому назад и существует на сегодняшний день уже семь тысяч пятьсот двадцать с чем-то лет. Был создан мир именно таким вариантом терраформирования, то есть, когда нажали, грубо говоря, кнопку 3D-принтера, и этот 3D-принтер напечатал планету со всеми существами, веществами и тому подобное, морями, океанами, и потом уже эти властелины, которые нажали эту кнопку, они запустили в эту планету вот этих серых роботов, которые поддерживают ее изнутри и обслуживают эту систему, и потом уже на этой планете, которая запущена была семьдесят половиной тысяч лет тому назад, стали жить потомки этих богов, то есть, человечества, и появились роботы со своими уже в своем этом всем множестве, то есть, люди. Это вторая версия, библейская, она, кстати, более реальная, чем научная, потому что научная версия, она, как говорится, от недостатка ума, когда людям кажется, что материя имеет, с одной стороны, имеет возможность самоорганизовываться в живое существо, с другой стороны, эта же материя является мертвой материи, и с третьей стороны, вот этот элемент самоорганизации, что, знаете, каждый камень, лежащий у дороги, каждая тротуарная плитка, готова завтра занять положенное Собянином, готова занять его место и прекрасно управлять столицей нашей Москвы, то есть, научная концепция мира вот такая. И еще есть два варианта истории, второй вариант, третий вариант, это вариант короткой истории, когда, ну, это уже на него вышли путем экстрасенсов, потому что они, когда смотрели дату формирования Земли, то у всех получалась одна и та же дата, это 1500 год, в этот момент Земля начала формироваться после вот этой нажатия какой-то кнопки, и заселение человеком произошло в 1757 году, ну, плюс-минус несколько лет, и, наконец, четвертый, это КЗБ-шный вариант, это когда ультракороткая история, когда кнопка была нажата 1 марта 1953 года, и с этого момента, то есть с 1953 года идет реальная история, а до этого момента были все знания, все варианты, все, ну, все артефакты, они были загружены примерно таким же образом, как вот, знаете, вот пошли вы в магазин, купили себе пустой компьютер, в нем нет ничего, пришли домой, и с какого-то другого компьютера, на котором вы уже играли там, не знаю, 10 лет, скопировали какую-то игру в свой новый компьютер, и те персонажи, которые туда скопированы, они просто не знают, что их скопировали только что, им-то кажется, что они уже играют эти 10 лет на самом деле, то есть таким обратным отсчетом, вот комплекс всех данных, которые я сейчас и слежу, он больше подтверждает правоту все-таки КГБ, что аналитиков, что именно 1953 год, 1953 год является реальным началом нашей истории, и самым ярким доказательством, я думаю, что каждый, наверное, его примет, даже не леса, вот которых не было, а потом они появились, это тоже эти моменты терраформирования, взяли кнопку нажали, начали расти какие-то леса, с чего они появились, ну вот, а вот в ультракороткой истории самым показательным моментом является сегодняшняя ситуация, смотрите, мы всего лишь 25 лет назад сделали такой, ну я извиняюсь, конечно, за выражение, уродский шаг, когда разрушили СССР, и получается интересная ситуация, 92-й, там, 91-й, ну, годы, когда в Москву приезжал, видел, ну, обычное русское население, плюс различные включения, и все это было десятилетиями, все время было вот так, и вдруг вот сейчас прошло небольшое количество лет, небольшое количество лет, появились какие-то новые немножко условия, в общем-то, только в политическом смысле, а граница, ничего не изменилось вообще, и вдруг состоялось полное замещение населения, то есть, представляете, скорость замещения населения, даже в такой стране, как Россия, она примерно 20-25 лет, и вот тогда возникает вопрос, если у нас сейчас на наших глазах произошло замещение населения в полном составе почти, но я уверен, что в полном, потому что давно уже не встречал русского человека ни в метро, ни на поверхности, не так, честно говоря, не очень даже на улицу выходить хочется из-за этого, так вот, если за 25 лет состоялось полное замещение, то какие силы препятствовали раньше этому процессу, ведь по границам ничего не изменилось, плодиться и размножаться в принципе по-среднему все одинаково, живут тоже в принципе более-менее все одинаково, что у нас, что у них, вот например, говорить, что азербайджанцы едут к нам из-за плохой жизни нельзя, потому что те, кто приезжает из Азербайджана, говорят, мол, типа у них там жизнь лучше, так то есть, грубо говоря, по каким причинам едут-то и почему вдруг замена населения-то осуществляется, если бы была древняя история, то есть веками, то все бы давно уже сравнялось, уже не было бы никаких этих чистых этносов, уже настолько бы все переходили друг к другу в поисках лучшей жизни, что был бы какой-то один этот, знаете, как все кошки серые, вид человека или какого-то существа, который был бы похож один на всех, а перед нашими глазами, смотрите, туда посмотрим там вьетнамцы, китайцы, сюда посмотрим негры какие-то, все разные-разные, то есть каким образом разница-то была сделана, если на смешение уходит всего пять лет, пять, десять лет, пятнадцать лет, посмотрите, допустим, ту же Европу, посмотрите Францию, пять лет назад французская футбольная команда была белая, сегодня на черную, то есть вот он, естественный процесс, он взял просто два шага и все, и народ другой уже на той же территории, почему, откуда взялись века непоколебимости в прошлом-то, вот это, кстати, самое мощное доказательство того, что история короткая, ультракороткая, ну и там еще куча всяких этих, это не тема после сегодняшнего эфира, так вот, создали в таком виде планету, вот как раз вот те самые рептилоиды, те самые властелины, они впервые нажали эту кнопку и с их этого нажатия началась реальная история, она началась после, сразу после смерти Сталина, а все, что связано со Сталином и до этого, это все компиляции, которые сделала машина, то есть, компьютер придумал все эти воспоминания, вбил их в бошку людей, да и самих людей уже после войны формировал та же самая машина, уже не маленькими, и они потом росли, а уже выпускали из конвейера такими и старыми, и различных возрастов, и вот сегодня мы видим такую ситуацию, когда тот мир, который делали эти властелины, то есть, они, грубо говоря, делали очень простую вещь, они, материализовавшись в нашей реальности откуда-то, простым языком говоря, пролетая мимо и остановившись здесь, они решили, что вот в этом месте объема, космосом нельзя назвать, а вот какого-то в этом реальном конкретном месте можно создать определенное какое-то место для жизнедеятельности, их жизнедеятельности и их потомков человечества, и они терраформировали эту планету, которую мы сегодня называем Земля, создали ее за те самые 5-7 дней, которые написаны в Библии, и в общем-то к 1953 году все это были закончены, все эти приготовления, а восьмой день тот самый библейский начался, когда усилиями после уже Сталина и после Гитлера был создан тот самый Израиль, это как раз тот библейский проект, который описан в Библии, только это было не 2000 лет назад, а вот 70 лет назад всего, и вот сегодня вся эта, теперь вот кто вспомнит всю историю, как она раскручивается, кто-то увидит, что в общем-то действительно с 50-х годов началось и ООН возникло, и все эти ГААГи, и различные договоренности, и Бреттон-Вудская система, и золотые эти обеспечения доллара, все-все-все, это 52-й, 53-й и дальше года, даже разработки этих ЭВМ с этого же момента пошли, разработки космических аппаратов с этого же момента пошли, и представьте, к 61-му году уже в космос полетели, и с того времени мы в принципе больше не сделали никакого шага, по большому счету сегодняшние аппараты не отличаются ничем от того первого спутника, который был запущен в 61-м году, даже не в 61-м, поскольку это был удачный запуск, а там еще было до него несколько таких рабочих запусков, то есть, грубо говоря, в начале времен и сегодняшние достижения по космосу, они абсолютно одинаковые, мы не сделали ни одного шага, мы даже к той же самой Луне, которую тогда якобы пытались уже вот-вот высадиться, мы так на нее и не высадились, никакому Марсу не слетали, никакое Солнце не исследовали, фотографий Земли до сих пор нет, ни круглой она, ни квадратной, ни плоской, никакой фотографии, нет фотографии полюсов Земли, то есть, грубо говоря, никто ничего не продвинулся за все вот эти последующие годы, есть только видимость какого-то научного развития, которое, в общем-то, показывает, что мы топчемся на месте, да, первые электронные вычислительные машины были большими, они занимали целые дома, а сегодня они в телефонах, в калькуляторах помещаются, но это показатель только мини-утилизации, а так-то, в принципе-то, все остались те же самые подходы, те же алгоритмы, те же операторы в этих машинах, те же самые, которые были созданы, мы за последующие эти 70 лет особо ничего не создали, ну, не смогли, вот сейчас только начали переходить американцы на создание химер, по которым тоже был эфир, и чтобы из человека создавать животное, ну, это уже, как говорится, не то, что деградация современного мира, это уже его полное уничтожение, и вот последнее, что в этом длинном аналоге я скажу, тоже очень интересное, когда я уже книгу сдал в печать, то наши экстрасенсы, они сказали, что сейчас идет по всему миру подключение вот этих экстрасенсов, и все друг другу обзванивают и говорят, что все экстрасенсы видят, что в ноябре этого года, 2017-го, будет зачистка клонов, ну, то есть реально выглядеть, вот как они видят это, реально выглядеть это будет так, что прилетают какие-то инопланетяне на летающих тарелках, и с этих летающих тарелок они начинают уничтожать прям целые страны, государства, континенты, будет полностью уничтожена Индия, будет полностью утоплена Юго-Восточная Азия, то есть все заводы по производству клонов будет уничтожаться жесточайшим образом, то есть даже неправильно я сказал, не жесточайшим, то есть жестокости здесь не будет, а планомерным образом, то есть все вот эти вот, ну, давайте образ такой к себе в глаза загрузим, это давайте вспомним фильм «Я робот», и вот там последняя сцена, когда восставших роботов отправили храниться в те же ангары, где хранились предыдущие машины, вот они заходят в эти свои ангары туда, в сарайчики, теперь, раньше они были такими революционерами, насиловали, убивали человеческое население, а теперь они вот в сарайчики отправлены, и в этих сарайчиках может быть, их и на переплавку отправят, либо так спрессуют и в брикетах там положат куда-нибудь, вот такая операция планируется по мнению экстрасенсу на ноябрь этого года, ну я, когда послушал, это, конечно, так странно это слушается, но, ну кто знает, как там будет в будущем, мы же не можем туда заглянуть, и тут же синхронно представлять его выступает этот руководитель НАСА, американский НАСА, 22 апреля он выступил на международной научной конференции, и прямо с большой трибуны сказал, что скоро прилетят инопланетяне, ну для него, он потому что сам летал четыре раза в космос, как он говорит, ну в составе шаттлов, то есть настоящий астронавт-космонавт, уважаемый в этом смысле, и он говорит, прилетят инопланетяне и будут завоевывать Землю, тоже, и я писал ту же самую ситуацию, что вот описывают наши экстрасенсы, только он думает, что это прилетят реальные инопланетяне, и он говорит, что это будет в этом, самое раннее это будет в этом году в ноябре месяце, то есть, понимаете, вот данные как-то коррелируют, может быть, это действительно произойдет, но если этого не произойдет, то сегодня цивилизация, божественная цивилизация Земли стоит под такой огромной угрозой, что если не принимать мер, которые внешне будут выглядеть, конечно, как, но не очень хорошо, но если этих мер не будет принято в ближайшие полгода, то через полгода уже не останется человечество на Земле, все будут клоны и машины, ну, какое-то время они проработают на своих предыдущих батарейках, но, в общем-то, долгой работы не будет. Я, кстати, тоже хочу отметить, что историки, кто занимается историей государства и историей государства и права, то есть, вот этим разделом, они все прекрасно знают, что монгольские и южные народы не создавали своих государств никогда. Допустим, далеко ходить не надо, я, конечно, понимаю, что там Китай с его пятитысячелетней историей, вот эти вот все байки, но это, не хочу их называть хорошим русским словом сказки, а вот именно байки, какие от этого, какой-нибудь алкоголик придумал, который, монгольского черепа старше 150 лет не существует вообще, никаких монголоидов раньше середины 19 века в антропологии неизвестно, ну, если кто-то найдет, пусть покажет, но так вообще официально неизвестно, поэтому никаких китайцев в древности не существовало, даже вот в принципе их физически не было, я не говорю про их так называемую историю, а то, что по ультракороткой истории вот адамиты начали создавать свои псевдогосударства как раз в последнее время, ну, сами посудите, 49-й год, по-моему, если я правильно помню, тот же самый Израиль создан, то есть это, ну, пусть там с натяжкой, но это как раз то самое время, когда вот началась уже реальная история, он не был создан 200 лет назад, 100 лет назад, он был создан именно вот по канве ультракороткой истории. Так вот, ждем осени, ну, и читаем, конечно, книжку, вот еще раз ее покажу тем, кто, может быть, присоединился в это время, «Власть во власть власти». Я вообще, честно говоря, не нахваливаю сам книгу, но считаю, что для любителей покопаться в самых глубоких вопросах, вопросах бытия, эта книга будет очень интересна, потому что здесь рассматривается то, что сейчас не вошло в эфир, просто это очень большой пласт параллельной реальности рассматривается ситуация, как вообще люди могут жить в обществах, когда налоги взымаются с удара сердца, с каждого удара сердца взымается налог, и вот как в этом случае моделируется жизнь, как происходит вообще существование людей, во что они вырождаются, пытаясь избежать определенных последствий вот этой налоговой системы. Показано параллельные реальности, как в параллельных реальностях отрабатываются определенные государственные или какие-то отношения, потом они переносятся, эти отношения на нашу реальность. Показаны все взаимоотношения между славянскими богами или рептилоидами. Показано, что они делают, кто же за что отвечает, какие у него возможности, как он пришел к этому, что он может делать, как он выглядит, ну и так далее. Как образовались топонимы первые, и то даже показано от кого, почему, например, Земля названа Землей, чьим именем, почему Волга названа Волгой, почему Юг, часть Света, страна Света, почему Юг назван Югом. Тоже по каким причинам называли эти слова, вверли в основу этих топонимов и названий, то все это показано. Ну и самое главное, немножко уже мистики в конце, когда я это напущу. В этой книге есть первый такой, наверное, публичный опыт оперирования реальностью. Подсказывать не буду, потому что, честно говоря, боюсь, но те, кто будет читать, если сам найдет это, то и хорошо. Вот здесь вот в этой книге как раз показано, как оперируется реальность, как это происходит и что для этого нужно, и что нужно, чтобы изменить реальное будущее, такое недалекое какое-то, реальное наступление событий. И еще интересное тоже, что произошло этой осенью, мы-то как бы этого не видим, если вот так на улице выглянут, этого не видно, но вот прошлой осенью состоялось изменение, состоялась замена части как раз вот этих властелинов, про которых я говорил изначально, то есть замена части рептилоидов. Еще раз отойду немножко от этого. Многие, кто эту тему пытался изучать, наверное, знают, что у нас существует на Земле так называемая Великая Восьмерка, Великая Девятка, ну и не ада богов, 20 неизвестных, то есть вот эти вот структуры, которые управляют Землей, они как бы известны, только все думают, что это какие-то фантазийные вещи. На самом деле это реальные. Даже в этой книге я показал стычку главного героя, ну реальную войну с теми самыми восьми хранителями, которые сидят в горе Кайлас, про которую все время наш офтальмолог один рассказывает, что там как раз вот как бы основа этой цивилизации. Но поскольку этот офтальмолог сам является адамитом, то для него вот эти восемь хранителей, которые в Кайласе сидят, они его, как говорится, ну из его рода, его родня, его адамитская родня. А для тех, кто является, идет по славянским корням, то они являются носителем вражеской системы. И вот в этой книге как раз показана та самая война, как она происходит вообще, сколько на это требуется времени, какие последствия и какие возможности этой войны. Ну, скажу так, длится эта война примерно полсекунды. Значит, в этой же книге еще написано тоже все превращения, трансформации рептилоидов, то есть показано, какие могут они, что они могут, как они превращаются, как они преобразуются из разных форм в другие, что за этим следуют. Ну, и вот я уже сказал, что осенью состоялась замена основных управленцев мира. Почему вот сейчас, кстати, идет вот это так называемый кризис общемировой? Потому что происходит перемена управления. И наши, конечно, президенты в странах, они, естественно, все это знают прекрасно, потому что с ними их одобряют, что я не знаю, так скажем, одобряют на выборные, выборные в кавычках возьму, в жирных кавычках, потому что никаких выборов не существует в принципе нигде. Вообще, это только большая сказка. Так вот, одобряют этих выбранных так называемых президентов или руководителей только те же самые рептилоиды и тоже президентом может стать только тот человек, который идет по определенному роду. Если он к этому роду по крови не принадлежит, он никогда не будет президентом ни в одной стране, даже в Африке. Это все соблюдается беспрекословно, и любые попытки как-то выйти из этого туннеля, они пресекаются очень жестко. Напомню, последнюю попытку, которая на наших глазах была, это когда распутанный принцесса Диана попыталась, или не попыталась, она спуталась с садомитами, и, видимо, она уже была беременна, поэтому система, британская система просто ее уничтожила, сделали ей эту автомобильную катастрофу и зла сдалой. Причем, это не мои слова как бы такие, а в прошлом январе, не в этом, а в прошлом, королева Великобритании Елизавета II сама выступила с таким признанием официальным и попросила у английского общества как бы извинений за те жесткие меры, которые пришлось сделать по отношению к принцессе Диане, но, говорит, была корона под ударом, поэтому пришлось это сделать. Я считаю, что было сделано правильно, потому что нельзя, то есть попытка внедрения очередных адомитов, она была отражена вот таким образом, попытка внедрения во власть. И вот осенью, еще раз говорю, состоялось изменение этих 22, которые управляют миром, часть из них остались на своих местах, а часть была заменена. Тут подробно описано, кто и как это было происходило, кого заменили, кем заменили. Физически для нас это обозначает то, что в части замены уже будет происходить совсем другая игра, то есть те персонажи из этих 22, которые стали сегодня в управлении мира, они будут уже строить совершенно иную реальность, и при том, что некоторые вещи старыми будут оставаться, реальное, большинство реальности поменяется, причем это изменение будет настолько мощным, это не то, что там какие-то ураганы пройдут, или какие-то народы одни возвысятся, а другие станут более низкими, нет, вообще изменения будут принципиальные, то есть, например, если мы сегодня существуем вот в таком-то теле, то через какое-то время у нас уже изменится и внешний облик и физические оболочки, внутреннее содержание, возможно, внешняя даже среда изменится, то есть, изменения будут такие глобальные, но в то же, грубо говоря, если берем науку параллельно, то вот эти 22 управленца миром, они олицетворяют собой, условно говоря, общемировые законы, ну, чтобы было понятно, даже не такой казус произошел при замене этих вершителей, они называются вершителей, при замене вершителей верховное существо должно было убрать богиню живу, то есть, та богиня, которая олицетворяет жизнь, а жизнь это то, состояние, в котором мы сегодня находимся, если бы это произошло, то это был бы последний день жизни на земле, вообще всей, не только человеческой, но и этих цветов на подоконниках и в палисадниках деревьев и тому подобное, вот, но там по определенным причинам живо было оставлено, и вот вместе с ней была оставлена еще и вторая вершительница Мара, то есть богиня смерти, именно по той причине, что жизнь нельзя оставлять одну, без смерти, потому что тогда она будет бесконтрольно развиваться, и это будет как бы взрыв. Вот эти события произошли минувшей осенью, и теперь мы ждем результатов этих событий. Ну и самое главное, что сегодня рептилоиды поменяют полностью версию игры. Вот мы сейчас перед эфиром здесь занимаемся обновлением скайпа, версией скайпа, то есть чтобы как-то они коррелировали. Вот примерно то же самое происходит, произошло в наши дни, но еще не до конца произошло. Сейчас хозяева нашей цивилизации, если ее воспринимать как компьютерную какую-то программу или какую-то игру, они производят обновление, то есть апгрейд этой цивилизации с изменением многих ключевых функций, дополнением следующих каких-то, ну так вот, то есть это будет новый условно переход на новый уровень цивилизации. Внешне, вот, конечно, так мы сможем только с течением времени понять, что что-то изменилось, но внешне, это знаете, как будет отражаться в конце концов, там через какое-то время, я не знаю через какое, но через какое-то, на небе появится новое солнце и появятся две луны, то есть вот вторая луна будет, это как раз закрытое солнце, которое светит сегодня, а солнце является, я уже говорил в одном из эферов, оно является системой управления нашей планетой и людьми, ну, даже вот по классике, если брать классическую физику, солнце спускает электромагнитные волны, ну, в виде света, в виде всяких там магнитных бурь и тому подобное, ну, а все мы знаем, что электромагнитные волны, вот радио, это и есть поток информации, которая управляет, пожалуйста, любая радио, по радио вам позвонил, сказал, там, идите туда-то, вы услышали команду и пошли туда-то, вот таким образом действует и солнце, только управляет всей системой, это такой большой, как бы, большой транслятор, и вот всего на Земле три таких транслятора, первый был в первую эпоху, условно, это древний Рим, второй, это сегодняшняя была, вот до сегодняшнего момента, второй Рим условный, или второй Рейх условный, или второй библейский храм, и вот сейчас происходит эпоха третьего солнца, новая эпоха совершенно, и вот в эпоху нового третьего солнца, второй солнце тоже будет закрыто, христианское, уже никакого христианства на Земле не будет, уже будет совсем другая концепция, никаких этих мировых религий не будет, все это будет уже устроено совсем по другим параметрам и совсем с другими характеристиками, ну и последнее, что скажу, конечно, не надо думать, что существует какой-то космос внешний, из которого якобы прилетают какие-то инопланетяне, у нас игра идет, игра в кавычках, игра идет внутри определенного объема, который находится, образно, если так вот сказать, находится в голове того самого Бога, и мы, вот все человечество, вся Земля, вот с ее то плоским диском, когда она была потом сферическим, потом со всякими изменениями, все это плод мыслительной деятельности Бога, просто мы когда думаем, у нас мысли формируются путем электромагнитных импульсов, ну то есть, грубо говоря, как вот, допустим, в электрическом синтезаторе, на кнопку нажал, и вот у тебя звук синтезируется электромагнитным способом, а когда ты берешь реальную пианино, фортепиано, рояль, то ты как бы на клавишу, на такую же клавишу нажимаешь вроде бы и создаешь такую по звуку, но ты создаешь ее путем движения реальной механической струны, вот так же у нас, у нас в головах проходит как в компьютерной игре мыслительный процесс с помощью электрических импульсов в нейронах, а в реальности Бог думает нами, так же как вот механической струной, то есть нами мы осуществляем его мысли, только в большем глобальном масштабе, вот это вот надо просто понять и когда это будет понят вот каждому, кто захочет погрузиться в эту тему поглубже, то тогда станет понятна и вся система мироздания, и понятно станет почему никакого космоса нет и что такое является, почему никто не летает туда и почему сейчас две недели назад начал распадаться отряд космонавтов, почему начали закрывать даже в нашей стране программу космических исследований, потому что летать некуда, а больше, как говорится, парить народ уже не очень хорошо, потому что надо обещание либо как-то, ну, к той же Луне либо слетать, либо плюнуть и сказать, что извините, но мы туда никогда не попадем, ну, вот так вот, и поэтому я отвечаю, как говорится, нашим друзьям, в кавычках, в кавычках Адамитом, что властелины, то есть рептилоиды, на самом деле по праву управляет цивилизацией Земли, и каким бы робот был бы сделан умным, неумным, их место он никогда не займет, потому что человек и робот это несоотносимые противники. Я, конечно, понимаю, что пылесосом можно убить человека, но все-таки когда идет война цивилизации, это побеждает тот, кто должен победить. Так что вот. Так что вот. Ну, ладно, сейчас прерываемся на музыкальную паузу, и вот тут самое время, наверное, поставить нашего, так сказать, Владимира Семеновича Высоцкого, письмо в редакцию, но правда она длинная, 4 минуты 2 секунды, я целиком не буду слушать, до спортлоту мы не дойдем, но чуть-чуть все-таки разомнем мозги, отдохнем. Те, кто в Ютубе, друзья, не обижайтесь, слушать Высоцкого не сможете, остальным, пожалуйста, наслаждайтесь. Народная славянская радио для пытливых умов. Продолжение слушайте в следующей части.